Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел с вами поговорить про New Year Resolutions, или обещания, которые мы даём себе в новогоднюю ночь. Где-то под конец декабря, чисел с 20-х и до, может быть, по 1-2-3 января, потому что кто-то не успевает сделать эти обещания до новогодней ночи, люди вспоминают, что год один, год прошедший, это хорошая отсечка, и она действительно хорошая, тут нет ничего спорить, для того, чтобы вспомнить, что ты сделал за этот год, и поставить новые планы. Ставят эти планы или цели, обещания дают себе, но где-то в середине февраля понимают, что всё пошло не по плану, и остаток года живут, как ни в чём не бывало. Да, конечно, это часто бывает. На самом деле, сегодня хотел поговорить про эти New Year Resolutions, тема реально рабочая. Если вы никогда на Новый год ничего не загадываете, никаких целей не ставите, не вопрос, давайте проходите дальше. С теми, кто этим занимается периодически, я сегодня хочу поговорить. Я дам пару советов. Пару советов, как эти цели ставить нормально, ставить так, чтобы они в итоге были выполнены. Я не то, чтобы большой эксперт в этом, но в 2020 году ставил несколько целей, несколько обещаний себе давал, и 3 из 5 сдержал. Потому что 2020 год был таким, что начинаешь ты его, ух, сейчас я тут всем, я сейчас тут все свои обещания выполню, и всё вообще, что запланировал, сделаю, а под конец года думаешь, дожить бы уже до конца, уже дотянуть бы до новогодней ночи, и слава богу, уже бы никто бы не трогал, давайте следующий там посмотрим. Итак, пара советов по поводу вот этих самых New Year Resolutions, или целей, которые вы ставите себе на год. Как я уже говорил, год это хорошая отсечка, вы смотрите, что сделали в прошлом году, планируете на новые какие-то достижения, цели. Если вы этого не делаете, чаще всего вы нихрена и не достигаете. Ну, у некоторых всё происходит как-то естественно и спонтанно, но большая часть людей к таким не относятся, и всё-таки какие-то цели прикольно поставить, я думаю, большинству это будет полезно. Важно, цели, как модно, наверное, уже не сейчас, уже было модно лет 5 назад, или там 10. Smart. Smart это что-то там, какая-то аббревиатура, я точно знаю, что там есть измеримые цели, конкретные цели и достижимые. Ещё два каких-то прилагательных, это бог с ними, мы сейчас, нам тут не до буковок. Самое главное, чтобы цели реально были достижимыми, потому что если вы поставите себе цель, которая где-то уже в феврале покажется вам, что что-то вы махнули лишнего, что-то вы что-то запланировали вообще то, что Unreal сделает, то это подорвёт, в принципе, отношение ко всем целям, и, скорее всего, и оставшиеся цели вы не сможете выполнить. Так что ставьте цели, которые можете достичь реально, и тогда это будет какой-то толк. Я грешил тем, что мог там поставить какие-то цели, да, мне этого очень хотелось, но это было Unreal, поэтому это всё работало не очень. Ставьте какие-то... Пускай вы сделаете эту цель к июню уже, она будет настолько простая, что вы её сделаете к июню, но сделайте больше, чем запланировали. Почему нет? В конце концов, это всего лишь хрень, которую говорить себе на Новый год. И второй поинт — это аккуратнее с формулировками. Я буду перечислять сейчас свои цели и в паре моментов расскажу, как вообще можно очень сильно попасть в неприятную ситуацию. Значит, мои цели. Первое — прочитать определённое количество страниц. Цель прикольная, потому что все мы считаем, что надо читать, да, чтобы быть умнее, чтобы круче всего там достигать, уметь и знать. Я до этого очень мало читал. В этом году, наконец, я начал что-то читать. Прочитал там... Ну, давайте, из книжек, да, что я прочёл. Я прочёл первые две книжки «Ведьмака». Это из художественной литературы. «Гоголь. Мёртвый душ». Офигенная тема. Читать её в детстве смысла вообще нет. А вот лет в 30, ну, в 35 вообще отличная книжка. Просто супер. Это всем советую. Особенно учитывая, что там есть много интересных пороков, которые вообще не стареющие. Абсолютно неважно, когда вы про них прочитаетесь. Я не конкретизировал, какие книжки читать. То есть, я просто сказал «Н страниц». Окей, прочитал «Н страниц». Стал ли от этого умнее? Да, стал. Всё равно, на самом деле, я рад. Несмотря на то, что я прочитал много худла, художественной литературы. В ней, как правило, больше страниц. То есть, я прочитал всего лишь несколько книжек по бизнесу. Всё равно это было прикольно. Интересно. Интересно, я раньше столько не читал. В 2020 году я, наверное, побил свой собственный рекорд. И за это очень сам себе благодарен. Да, наверное, если вы понимаете, что вы прочитаете просто очень много всяких тупых, ненужных книжек, то лучше конкретизировать и поставить хотя бы половинку книжек, которые конкретно вы хотите прочесть. Окей, пускай не все. Да, пускай не прям вот строго себе список в начале года расписать. Потому что, может быть, в течение года что-то интересное выйдет. Может быть, не все книжки вам покажут, что вообще интересно читать. Потому что вы название посмотрели здорово, а начали читать там на 50-й странице, поняли, что надо его забрасывать. И не дочитывайте книжки, если понимаете, что не стоит оно того. Вторая цель моя была связана с режимом, налаживанием режима. И тут жизнь со мной сыграла злую шутку. У меня была такая цель, что типа... Ну вот знаете, да, есть фанаты, которые встают 4.30, там 5 утра, супер продуктивные. Столько всего я успел сделать до 7 утра, пока все еще спали. Но, короче, я без такого фанатизма стал просто типа вставать в 6-7. Но жизнь со мной сыграла злую шутку. И так вышло, что я... Да, я вставал до 6-7. Дело в том, что я примерно в это время спать ложился. Потому что, к сожалению, из-за проблем со здоровьем. Определенные проблемы со сном, короче, у меня были. Так что, друзья, очень аккуратно формулируйте свои желания. Лучше укажите, что да, да, вставать в 6 утра выспавшимся. Вставать в 6 утра по собственной воле, а не потому, что долбит сосед дрелью, не знаю, там, утром. Аккуратнее с формулировками, друзья. Это важная достаточно история. Я на себе это проверил. Теперь новые цели, новые обещания буду давать максимально конкретно. И чтобы без лишних обобщений, скажем так. Лучше подлиннее формулировочка, зато я точно буду рад, если это выполнится. Следующая цель, как и предыдущая, про вставание в 6 утра, я считаю, что я не получил себя выполнить. Потому что я не получил то, что хотел. Вторая цель тоже, в принципе, не получил себя выполнить из-за проблем со здоровьем. Я хотел научиться нормально подтягиваться, стать таким более подкачанным чуваком. Но нельзя, сорян, друзья, пока не могу заниматься спортом. Так что останусь с вами таким дрещом, каким вы привыкли меня видеть на видео. Следующая цель была связана с залипанием в чаты. Не все меня поймут, но это куча времени, которое просто уходит в пустую. И в этом году я очень сильно сократил количество чатов, в которых я сижу. И хоть что-то успел сделать за год. Это прям очень круто, продуктивно. Из каких-то чатов я никогда не выйду. Из каких-то я вышел, они были бесполезны. В основном связаны с обсуждением политики. В нашем чате выпускников тоже часто флудят. Но там у нас такой элитарный клуб, что вообще говоря, я не считаю, что нужно как-то ограничивать людей. На самом деле в основном там обсуждают рельсы. Если закончить наш интенсив, сами когда-нибудь посмотрите. Там у нас очень уютно. И я очень рад, что в этом чатике я сижу, периодически там что-то пишу. Всем, кто в этом чатике сидит и смотрит сейчас это видео, большой привет, друзья. Люблю вас всех. Целую, обнимаю. С наступающим. При этом, если вы ограничите время, которое вы проводите в чатах, в принципе, это не значит, что вы прям супер все будете успевать. Потому что залипать внезапно можно не только в чатах. Лучше формулировать ее позитивно. Типа больше времени уделять тому, чему вы сейчас уделяете мало времени. То есть, например, тем же книжкам или пройти какой-то курс. У меня есть чат, который я раньше сидел, достаточно много времени проводил. Я не заходил туда один год. Я вот сегодня после записи этого видео обязательно зайду, скажу, как вы тут без меня, что вы тут делали целый год, как вы без меня обсуждали отравление Навального, что же, как же вы вообще это могли делать. Без меня же там не могли обойтись просто никак, я уверен просто. Следующая цель была финансовая, я ее достиг. Не то, чтобы прям дохрена я денег заработал в 2020 году, но нормально, поменьше, чем некоторые наши выпускники получают на своих работах. Ну, а что делать? Учить тоже кому-то надо. Я, в общем-то, не расстраиваюсь. В следующем году надеюсь увеличить показатели. Резюмируя. New Year Resolutions это прикольная штука. Если никогда вообще раньше не ставили себе цели, не давали обещаний, попробуйте в этом году хотя бы одно-два. Списки есть в интернете или можете сами придумать какие-то идеи. Может быть, вам придут, пришли в голову, пока вы это видео смотрели. Очень, в принципе, советую. Есть люди, которые считают, что это все это буллшит. В принципе, я с ними согласен, но попробовать стоит. Если вам это не зайдет, то, ну, окей, забьете хер, как я и рассказывал в самом начале. Там где-нибудь в феврале поймете, что все, до свидания. Я свободен от этих дурацких обещаний. Я выше всего этого. Вот так вот себе скажут и нормально будете дальше жить. Если в 2021 году среди ваших целей будет научиться в рельсы, то есть стать Ruby on Rails разработчиком, научиться делать приложения на Ruby on Rails, то welcome на наш интенсив. Он стартует 23 января. Ссылка, конечно же, будет в описании. И мы в середине января разыграем одно место на этот интенсив. И конкурс. Для того, чтобы принять части в этом конкурсе, вам нужно как раз свои New Resolutions написать, если вы готовы их публично озвучить, хотя бы часть из них. Опубликовать в соцсеточке, либо ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук или Твиттер. И кинуть ссылку в наш чат Ruby Rush. Ссылку тоже ищите в описании к этому видео. И одна из этих целей, естественно, должна быть научиться Ruby on Rails. То есть стать Ruby on Rails разработчиком или научиться для себя делать приложения. Не важно, для каких вам целей. Важно, что вы должны хотеть это делать и стремиться к этому. Одно место мы разыграем, где-то числа 15 января. Также разыграем пару скидок 50% и разыграем мерч. Разыграем всякие прикольные кепки. Может быть, будут кружки, блокноты, хрен знает что. То, короче, будет весело. Давайте, присоединяйтесь. Просто, может быть, даже не ради выигрыша, а просто ради того, чтобы самому себе что-то пообещать. И публично запостите это где-то. Я думаю, это повышает шансы. Ну, а команда хорошего программиста поздравляет вас с наступающим 2021 годом. Мы очень надеемся, что он будет лучше, чем 2020. Хотя, на самом деле, прогеры не сильно страдали. В 2020 году нормально народ устраивался. Буквально позавчера мне написал один из наших выпускников, сказал, что нашел работу, 70 тысяч, удаленка, все классно. Привет, Костя, если ты это смотришь. В принципе, не то, чтобы прям были какие-то проблемы с устройством. Наоборот, рельсы используются в стартапах. Кризис – это всегда бум стартапов. Стартапов стало больше, разработчиков нужно больше. Так что проблем с поиском работы на самом деле у ребят не было. Если еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. От себя. Аккуратно. Очень в общей форме. В этом году, в 2020, мы выпустили всего 16 видео на канале. Обещаю в 2021 году, что их будет как минимум в два раза больше, а там посмотрим. В планах больше видео снимать по Linux, больше делать интервью с разными людьми, с выпускниками, и не только. Больше времени, больше видосов еще записать по soft skills, по всяким навыкам, которые нужны разработчикам. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok